От эйфории до шизофрении всего один шаг. Раскачать нервную систему новому спайсу удается буквально мгновенно. Организм синтетический наркотик разрушает на клеточном уровне, в первую очередь поражая мозг и печень. По своим свойствам он гораздо мощнее и опаснее марихуаны и даже героина. Отравление новым наркотикам фиксируется по всей стране. Ханты-Мансийск, Сургут, Киров, Нижний Новгород, Чувашия и Башкирия. Пострадали почти 700 человек, 25 из них спасти не удалось. Докатилась волна эпидемии спайса и Докубани, первые жертвы в Абинском районе и Краснодаре. Предотвращением распространения курительных смесей в регионе сегодня озадачены краевые власти. Александр Ткачев собирает экстренное заседание антинаркотической комиссии. Проводит его в режиме видеоселектора. На связь с губернатором выходят все главы городов и районов края. Кубань сегодня объявляет настоящую войну, подчеркивает Александр Ткачев. А на войне, как известно, все средства хороши. Однако главное препятствие в этой борьбе – новые мутированные виды смеси не успевают внести в реестр запрещенных. Мы попали в эту и провалились в яму. Естественно, все пользовались тем, что наше законодательство очень вялое, очень долгое. Когда пересмотрят, когда несут поправки в закон, этим пользовались все ловкачи и, естественно, все те, кто, в общем-то, кормил наших детей этой гадостью и, по большому счету, убивал их. Если так мы к этой войне, я бы так сказал, будем подходить формально, мы, конечно, не добьемся успеха и хороших результатов. Поэтому нам нужно бить в набат и всеми способами – мыслимым, немыслимым, всеми абсолютно. Даже перегибая, может быть, свои полномочия, мы должны вести наступательную борьбу по всем фронтам. И обязательно уничтожить вот этого врага, невидимого, себя в крае. Самое страшное, что попало в эти сети молодежь, говорит губернатор. По статистике, употребляют спайс молодые люди до 35 лет. К сожалению, из-за его передозировки есть сегодня в крае и смертельные случаи. «В потребление втягиваются новые и новые люди. Наркотик действует мгновенно. Человек разрушается на клеточном уровне. Врачи говорят, спайсы с каждым годом становятся убойнее и по мощи превосходят самый тяжелый наркотик – героин. Шесть жертв за 14 дней. Это фактически настоящий террористический акт по уничтожению людей и, прежде всего, молодых людей». Привыкает к спайсу человек довольно быстро. Темпы курения наращиваются от одной дозы в день до нескольких десятков. При этом, пусть даже при небольшом, но постоянном потреблении синтетики, организм сгорает всего за год. А состояние шизофрении, утверждают медики, могут продолжаться и после отказа от спайса. «Как идёт деградация человека, если он потребляет без передозировок?» «Нарастают нарушения памяти, интеллекта, студенты вылетают по кодем. Но несколько длиннее. В короткое время потребитель спайса теряет человеческий облик». Ещё одна особенность новой синтетики – наркотик довольно быстро выходит из организма, поэтому в человеке не всегда сразу можно распознать наркомана. Сегодня ищут новые способы, чтобы выявить это страшное вещество в клетках организма даже спустя несколько месяцев. Главную задачу, которую ставит губернатор – как можно скорее становить волну эпидемии в крае в такие же сжатые сроки, как это было с оборотом дизаморфина и маковой соломки. «Понятие «спайс» на территории Кубани, на территории России появилось в 2008-2007 году. Именно тогда, Александр Николаевич, в 2007 году вашим волевым решением был пресечён оборот на территории края пищевого мака. Мы стали первым регионом, где был запрещен официально пищевой мак. И, по сути дела, это, естественно, было большим положительным моментом». Маскируют «спайс» наркоделеры под соли для ванны, даже корм для рыбок. Сам распространённый доступный способ доставки – почта. Новомодные курительные смеси заказывают через интернет, оплата безналичным расчётом. Сегодня это отлаженный механизм, который необходимо разрушить, требует Александр Ткачёв. Для этого необходимо объединить усилия всех уровней власти – от глав муниципалитетов до федеральных надзорных органов. «Мы сегодня не должны ждать. Мы видим уже, кто торгует, мы видим, кто, так сказать, злоботребляет, кто, в общем-то, в этой сети распространения находится. Мы, так сказать, сегодня объявили войну, и все те, кто сегодня торгуют этим зелем, это синтетикой, это преступники. Но самое важное, что они просто губят наших детей. Самое страшное. Я очень надеюсь на активную работу органов ФСБ и, естественно, нашей кубанской полиции. Это, ваше коллеги, непосредственная работа. Конечно, глава администрации и общественность. Коллеги всем работать достанется. Я абсолютно убеждён, что жители Кубани, казак и наркотики – это, собственно, несовместимые понятия. Сегодня, прямо сейчас заняться этим всем миром, всей Кубани и уверен, победим. Кубань без наркотиков – наш лозунг. При этом работа должна вестись комплексно, отмечает Качёв. Из поля внимания нельзя убирать и профилактическую работу. Сегодня в крае действует программа «Антинарка». До 2016 года её финансирование – порядка 100 миллионов рублей. Вместе с тем важно продолжать вкладывать средства и в развитие спорта, и досуга молодёжи, считает губернатор, чтобы отвлечь молодых людей от странной моды на губительные смеси. Но самое главное – не допустить во всей этой общей работе формализма. На жёсткие действия наркотиков нужно отвечать такими же жёсткими мерами. Мария Крошная, Денис Перец и Антон Калиниченко. Кубань, 24, Краснодар.